Здравствуйте! В эфире дежурный по городу. Складывается такое впечатление, что ответственные организации ждут трагедии, прежде чем что-то решить, оставляя людей один на один с их проблемами. Город имеет право знать. Чапаевская, 127. Старые сарай в историческом центре города не могут убрать уже 5 лет. Сейчас они уже развалились и представляют реальную опасность. Вот эта пороховая бочка, которая на каждый день спать ложимся, просыпаемся, живы и хорошо, не сгорели. Плюс ко всему детская площадка, дети бегают. В администрацию обращались, администрация с комиссией приходила, обещали вывести до 1 мая это все, согласовали все, и на этом все закончилось. Перекидывают, перефутболивают администрации на жилсервис, жилсервис на администрацию и не могут найти концы. Нету средств, как они говорят, у нас нет средств. Есть средства, есть средства, только не вывозят, только не вывозят. Ломают каменные дома, он везде на перекрестках, рабочая и Глоктимовский дом огромный сломает. А здесь вывезти вот это вот не могут никак. Уже и подписание пожарников было, кто только не приходил, все. И ну, ввоз как ныне тут. Они сыпятся, ломаются, вот что-то делать. Деревянные строения, кругом дома. Кто-то кинул бычок или что-то, здесь сгорит все моментально, полквартова выгорит. Если ветер будет, тем более. Плюс ко всему дети бегают. Забежал туда ребенок, его придавило. Зачем ждать того момента, потом найдут концы, кто виноватый будет. Ну а зачем? Ребенок страдает или кто-то. Да взрослый подойдет, завалит любого. Так как находимся в Самарском районе, самая проходная зона для отдыхающих и, скажем, приезжих людей, которые приедут на чемпионат, то это вот как бы уже получается неприглядное лицо. Вообще ничего не называют и сказали, после Мандиурали будет вывоз. Ну после футбола и после Мандиали нас просто забудут про эти сараи и про нас тоже. И больше сюда никто не придет и даже не будут ничего делать. Вот это мы боимся тоже больше всего. Побыстрее, да. Время, время. Если до этого не могут очистить город, привести в порядок, то после этого мероприятий вообще будет наплевать всем. Если вы долгое время получаете одни отписки, но они никак не решают ваши проблемы, пишите, звоните в нашу программу. Продолжение следует...